Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Расскажите, чем мы сегодня будем удивлять наших телезрителей. Здравствуйте, Эльдар. Мы будем приготовить блюдо форель с пьяной грушей с клюквенным соусом. Что для этого нужно? Для начала подготовим грушу. Это гарнир получается. Очищаем от кожуры. Карамелизуем с белым вином, с сахаром и с медом. Давайте начнем. Вообще, если честно, я впервые слышу такой рецепт. Вы его сами придумали? Нет, это и было. А откуда пошло? Откуда он пришел к нам? Где мы его взяли? Не знаю, откуда пришло именно. Ну, это и было до нас. А почему именно с грушей делают? Именно с грушей? Рыба сочетается именно, мне кажется, именно с фруктами, именно с грушей. То есть, в принципе, можно и с яблоком, да, сделать? Нет? Именно с грушей. А груша нужна определенного сорта какого-то? Или же любая подойдет? Из сада можно? Да, можно и с сада. А вот вы сказали еще клюквенный соус. Это что за? Клюквенный соус. Также получается клюква идет, мед, сливочное масло и красное вино. А вот сочетание двух вин никак не вредит? Какие-то вкусовые? Нет. Это усиливает? Нет, потому что это гарнир у нас, получается, груша. Это мы карамелизуем с белым вином. Оно впитывает в себя белое вино. А дальше у нас соус с клюква и красное вино. Понятно. После такого блюда можно садиться за руль? Мне кажется, нет, потому что я иду. И старый. Вот предварительно берем в душу, кидаем в сотейник, где кипит белое вино. И также берем ложку, можно? Пожалуйста. И кидаем сахар. Так, давайте еще раз. Вот здесь у нас сейчас кипит белое вино. Белое вино. Сколько грамм? 200 миллиграмм. Сахара чуть побольше. Грушу, получается, не режем целиком? Да, не режем. Перед подачей блюда можно порезать. Как по-моему, удобно, да. Сколько должно быть карамелизоваться? Карамелизоваться примерно 10-15 минут. Ну, пока карамелизуется, что будем делать? Пока карамелизуется, можем приступить к филе форели. Берем форель и аккуратно режем. Продолжение следует... 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 Вам больше самому, какая кухня импонирует? Европейская, наша восточная, азиатская. Более европейская. Французская, итальянская, пусть не по душе. Сколько по времени жарим? 5-7 минут. Вот помимо этого блюда у вас какое самое коронное? Самое коронное? Ночью разбуди, вы сразу раз приготовили. Ну, мне по душе, как я говорил, именно более итальянская. Пахнет. Закуски итальянские. Виталия. А почему вот именно форель? В чем особенность? Форель, она, его можно, в основном, рыбу на форекамикамате. В более 90% случаев на парахамикамате готовят. А форель? Очень мягкая. И можно забить по сковороде. Ага. Так, ну что, рыбка готова, да? Да. Теперь дело за соусом, я так понимаю, да? Или будем ждать груши? А нет, груша это же гарнир у нас. Да. Дело за соусом, да. Но предварительно мы подготовили соус. Это у нас внутри мёд, сливочное масло, и флюква, и красавида. Давайте по граммам проговорим, чтобы телевизорители знали, сколько чего добавлять. Получается, на одну порцию берем 20-30 грамм клюквы, мёд 10-15 грамм и сливочное масло 50 грамм. А вино? Красное вино 50 миллиграмм. Отлично. И доводим до кипения, да? Отдаваем до кипения и взбиваем. Соус готов. Ага. Теперь взбиваем. 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 Этот же соус, этот же соус подойдет на такие клингейки. Продолжение следует... 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 Для маринада нам понадобится лимон, оливковое масло, соль, перец. И все. И все это потом вместе соединяем и украшаем. Продолжение следует... Удачи вам на кухне, чтобы познавали новые рецепты, что-то сами изобретали. Спасибо вам большое. Это была «Философия вкуса». Всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...